В свете последних политических событий тема импортозамещения в нашей стране с недавнего времени стала главной. На днях, буквально перед отъездом на саммит G20, президент России Владимир Путин в интервью с журналистами немецкого телеканала ARD говорил о влиянии на мировую экономику санкций в отношении России. Путин заявил, несмотря на очевидные минусы, есть и плюсы, потому что те ограничения, которые вводятся для некоторых российских предприятий по приобретению определенных товаров на Западе, в Европе, в Штатах, побуждают нас к тому, чтобы производить самим этот товар. Тема импортозамещения актуальна для Уральского электрохимического комбината. Безусловно, ОХК является ведущим флагманом в атомной отрасли, крупнейшим в мире предприятием по обогащению урана. Но теперь ОХК активно развивает и неядерный бизнес. На пресс-конференции для местных СМИ и средств массовой информации Олег Елистратов, заместитель генерального директора по развитию неядерного бизнеса, рассказал о перспективах развития новоуральского промышленного кластера, а также о планах пяти дочерних обществ топливной компании и ОХК, расположенных на территории нашего округа. ОХК не снимает все ответственности за развитие площадки, за развитие дочерних обществ, в целом за развитие общепромышленной деятельности на площадке. И к этому в топливной компании, в госкорпорации, в ОХК большое внимание и ответственность соответственно. Общепромышленная неядерная деятельность на комбинате может развиваться по двум направлениям. Первое – перехватить заказы на стороне, то есть работать не на склад в уже освоенных видах продукции, а искать новые востребованные направления. Встраиваться в уже существующие цепочки создания ценностей, поясняет Олег Елистратов. Мы можем предложить что-то сделать дешевле, или же, допустим, какое-то предприятие просто не справляется с заказом, что сейчас характерно для оборонных предприятий, государство на них свалило, и они уже пробуксовывают для того, чтобы освоить эти деньги. Здесь же, в зале завода управления комбината, ровно год назад прошло расширенное заседание Союза оборонных предприятий. Это стало отправной точкой по поиску заказов на предприятиях страны. Деловые встречи, как правило, завершались подписанием протокола и формированием коммерческих предложений. В результате совещания ОХК «Суралмаш» подписан протокол 12 коммерческих предложений, ООО «КамАЗ» – протокол и 19 коммерческих предложений, завод имени Калинина – 4 предложения, а также электрохимприбор, приборостроительный завод, Уралвагонзавод и другие. Мы здесь роль сводников играем, мы собираем, обсуждаем, дальше все директора предприятий, технические специалисты присутствуют, находим точки соприкоснований, где мы можем помочь этим предприятиям в изготовлении их продукции, подписываем протокол и дальше мы отслеживаем их выполнение. Это вот такая функция ОХК. Кроме этого, сами директора предприятий активно ведут такой поиск, объезжая как предприятия Свердловской области, так и не только нашего региона. Олег Елистратов озвучил цифры по выручке за этот год по общепромышленной деятельности после поиска заказов на стороне. У ЗГЦ – 30 миллионов, ННКЦ – 120 миллионов, в следующем году планируется 260. Уралприбор – порядка 115 миллионов рублей, в следующий год до 300. Олег Владимирович отметил один из прорывных контрактов Уралприбора с военным предприятием – Нижегородским институтом радиотехники, который выпускает большие отслеживающие спутниковые станции. Этот договор принесет до 100 миллионов рублей в год. Одно из серьезных и перспективных направлений – изготовление оборудования для буровых станций, добывающих нефть и газ. Сейчас у ЗГЦ совместно с ННКЦ, научно-конструкторским центром, прорабатывают проект. На одну добывающую станцию такого оборудования 20 миллионов рублей необходимо установить. При этом сейчас это оборудование закупается за рубежом. Германия, Соединенные Штаты, Китай вылазит со своими не очень качественными вещами. И нам, в общем-то, Уралмаш НГО Холдинг поставила задачу сделать такое оборудование процентов на 15-20 дешевле, чем оно есть на рынке, с сохранением тех характеристических качеств, которые есть. И мы будем вас покупать, и покупать в очень больших количествах. Вот здесь я посмотрел, у ЗГЦ планируют, если все это получится, создать 170 рабочих мест и сохранить, и выручку до 360 миллионов рублей в год. Такое направление, оно как бы пересекается еще с импортозамещением, потому что сейчас наша добывающая газовая и нефтяная промышленность, она фактически зависит от этого оборудования, которое на экспорт покупается, и комплектуется нашей газовой и нефтедобывающей вышке. Планы такие. До конца года делаем конструкторскую документацию, нам предоставляют все эти импортные аналоги. ННКС и ОЗГЦ работают их, копируют, что-то усовершенствуют уже, исходя из своих компетенций. До конца года КД, в начале следующего года, опытные образцы уже изготовленные на базе ОЗГЦ, и постановка их на какую-то нефтедобывающую станцию для проведения опытных испытаний, для проведения каких-то проверки работоспособности. Если все будет хорошо, то конец 2015-го, начало 2016-го года уже получение реальных заказов на изготовление в массовом количестве такого оборудования. Направление очень серьезное, очень перспективное, потому что, ну, сами знаете, что для нашей страны есть нефть и газ. Олег Владимирович считает более перспективным направлением встраиваться в производство товаров, которых еще нет на рынке, но они появятся завтра. К примеру, производство литиево-ионных аккумуляторов «ЛИА». Такие используются в сотовых телефонах, планшетах и других современных гаджетах. ОХК первый в России, кто на смену щелочным установил литиево-ионные аккумуляторы на напольный транспорт. Щелочной аккумулятор. На нем можно кататься 4-5 часов, дальше его нужно снять. Это очень тяжелая вещь. Перевести на зарядную станцию, там провести комплекс заряда-разряда, потом привести обратно, поставить. Таким образом, у нас на каждую тележку или погрузчик, который интенсивно используется, по два комплекта было. Плюс вот эти вот остановки в снятии, установки, перевозки. То есть, фактически, транспорт проставил какое-то время. А что такое литионный аккумулятор? Это фактически в любой момент можно воткнуть в резетку, зарядить его или подзарядить даже в обеденный перерыв и ехать дальше. Год назад на комбинате переоборудовали 30 единиц техники – это тележки и погрузчики. Год эксплуатации показал прекрасные результаты. В планах комбината не только замена «ЛИА» на транспорте, но и собственное производство таких аккумуляторов. Первый должен появиться в 2015 году. Литионные аккумуляторы планируются использоваться в четырех направлениях. Первый – это напольный электротранспорт. Второй – это автомобили. И «АвтоВАЗ», если вы не знаете, он уже порядка 120 машин выпустил «Лада Калина», чисто на литионных аккумуляторах. Некоторые из них уже прошли по 60 тысяч. То есть, хватает порядка 150-180 километров пробег. Наши специалисты, которые ездили, они весной этого года видели, или эти «Лады Калина». Стоит порядка чуть больше миллиона рублей. Но это потому, что нет массового производства. Ну, в общем, нам «АвтоВАЗ» говорит, дайте нам характеристики аккумуляторов чуть получше, чем которые есть на рынке в Китае. Ну, то есть, там такая характеристика, есть ватт-час на килограмм. Чуть побольше емкости. Мы сразу же будем ваши комплекты покупать. Также литионные аккумуляторы будут использоваться в военных целях. И «ЗЭП» в этом году поставил. Пока что участвовал в таком проекте с военными. Ну, и последнее направление полей – это источники бесперебойного питания, большие накопители. Следующая тема – это новые рынки. Это электрохимические генераторы тока на твердооксидных топливных элементах. Ну, тоже это связано с источником бесперебойного питания, но здесь такая специфика этого генератора, что он работает на природном газе. Здесь в «Успехе» у нас имеет «ЗЭП». Значит, такой образец сделал ЭХГТТ на полтора киловатта и поставлен на площадку «Газпрома». Буквально вот сейчас завершены все работы по подключению, по получению разрешения для того, чтобы подключить это устройство к трубе, по которой идет газ. И будут проводиться сначала приемочные, а потом долгосрочные испытания. Они закончатся в середине следующего года. Если все будет хорошо, то тогда «ЗЭП» попадает в список поставщиков для «Газпрома». Это можно тогда здесь, я не знаю, праздник устроить, но если не на весь «Науральск», то на «Науральской промышленной площадке» точно. Потому что это очень нелегко попасть в перечень поставщиков «Газпрома». Некоторые компании на это тратят много лет. Ну вот «ЗЭП» ему удалось пройти, надеюсь, удастся пройти это за более короткий промежуток времени. То есть для чего используются эти электрохимические генераторы тока на твердооксидных топливных элементах? Они используются для того, чтобы подавать дистанции катодной защиты. На трубопровод на 15 километров подается потенциал, и трубопровод не гниет. Кто электрохимии немножко понимает, то просто нужно подать какое-то напряжение на эту трубу небольшое, тогда она не будет ржаветь, гнить и так далее. Если не подавать, то и очень скоро, даже несмотря на то, что по ней газ просто течет, нужно будет ее поменять. Поэтому эти станции катодной защиты, они есть везде, не только в России, везде, где есть трубопроводы. Но сейчас это осуществляется, или ЛЭП тянут до каждой точки, или же стоит дизельный электрогенератор. Но это вообще, они молотят эти дизели, надо солярку подвозить, если какая-то тайга не проходила места. В общем, страшное дело. И здесь вот этот ХГ, который на природном газе работает, то есть можно небольшую трубочку, с небольшим расходом, из большой трубы подвели к ХГ, и все, и задача решена. В общем, вот такое направление. Этим также интересуются, так, ну пока на перспективу операторы сотовой связи. Им тоже нужны эти вышки, репитеры так называемые, которые стоят в труднодоступных местах тоже. В момент, то есть там есть такие критические моменты, что может просто пропасть электропитание этой вышки. И большая часть информации просто у операторов теряется. Им нужны тоже такие источники беспребойного питания. Сейчас дизели, которые очень трудно запускать, особенно в мороз. Вот они хотят посмотреть, возможно ли их заменить на электрохимические генераторы тока. Следующее направление в общепромышленной деятельности Олег Елистратов охарактеризовал как не менее значимое, чем производство урана на нашей площадке по выручке и занятости людей. Если оно существится, жизнь прожита не зря, прокомментировал Олег Владимирович. Это производство установок послойного синтеза. Проще говоря, 3D-принтер, но только с металлическими порошками. Можно нарисовать на компьютере любую 3D-модель в соответствующей программе и запустить ее на 3D-принтер, и у вас он нарастит слоями из пластика какую-то там деталь сложной формы. Ну, пластик не очень интересует, а вот производство таких деталей из металлических порошков – это очень перспективно. По открытым данным Соединенных Штатов Америки, они к 2025 году планируют настолько сильно продвинуться в этом направлении, что порядка 30-40% изготовления изделий, функциональных деталей, которые сейчас способами литья, ковки, заменить вот на именно печатание на принтере. Там различные порошки, стали, титан, жаропрочные стали. Наша задача или наша цель следующая – это получить, оформить все документы, бизнес-проект, фэм, концепцию, и получить федеральное финансирование на изготовление опытного образца российского 3D-принтера. Сейчас российских образцов нет, все закупается за рубежом. При этом, купив такой 3D-станок, я говорю только про металлические порошки, сразу же покупатель должен покупать порошки для этого станка, импортные. Порошки очень дорогие, по нашим оценкам, стоимость их превышает порядка 10-20 раз, себестоимость этих порошков, но деваться некуда, приходится покупать российским предприятиям. Поэтому наша задача сделать такой станок самим с кооперацией с некоторыми российскими компаниями, мы их все объехали, те, которые имеют, я их называть не могу, но у нас создался пул компаний, помимо топливной компании, предприятий, есть несколько российских, которые с нами хотят в этом участвовать, и плюс к российскому станку делать свое сырье, свои порошки. В порошках у нас достаточно большие наработки в ЗЭПе и во ВНИНЭМе. Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов имени Бочвара, который тоже входит в состав топливной компании. Вот если это получится, то это, ну, можно сказать, что тогда жизнь прошла не зря, потому что то, как движется сейчас этот рынок, вот развитие этих 3D-технологий, это говорит о том, что это направление, оно может быть в перспективе быть не менее значимым, чем производство урана здесь на уральской площадке по выручке, по занятости людей и так далее. Ну, кстати, вот если говорить про вот эти вот аддитивные машины, то по оценкам, ну, вот это McKinsey, той же компания, рынок к 2025 году вот этого направления будет составлять порядка, если не ошибаюсь, 80-100 миллиардов долларов. То есть это очень много. Надо сказать, что вот в Америке уже, ну, это все засекречено, особенно сейчас они мало стали публиковать, но были публикации, что на военных кораблях уже стоят такие 3D-принтеры, которые позволяют быстро что-то, какую-то деталь для ремонта напечатать. Вопросы качества, они сейчас как раз отрабатываются. То есть создать станок и порошок – это пол вопроса. Вопрос отработки технологий для того, чтобы деталь не отличалась по качеству от тех, которые делают стандартные методы, методами ковки, литья – это вопрос главный. Но уже детали, изготавливанные на таких станках, ставятся компании Boeing на самолеты, ставятся на корабли американскими компаниями. То есть проверка их качества покажет, что они не уступают, а даже где-то превосходят. Ну, допустим, я помню такой пример. Компания Boeing – деталь, которая крепит двигатели к самолету, там такая как бы штанга. Она весила, изготовленная стандартным способом, 2 килограмма 200 грамм. Когда изготовлена 3D-принтер, она стала весить 300 с чем-то грамм. При этом по прочности она только улучшилась. То есть там экономия материала идет. Очень серьезная. Одни плюсы. Ну, одни плюсы, только все-таки достаточно сложная технология. Нельзя говорить, что все детали мы делаем. Здесь в первую очередь надо делать детали, которые сейчас дорого очень делать, трудоемко, стандартным методом, и сложная достаточно конфигурация. Допустим, так как вы слой за слоем наносите металл и сплавляете лазером, то есть там лазерное сплавление, то вы можете внутри детали сделать любую конфигурацию. Но я видел на картинках, допустим, шар, в нем еще шар, и там много внутри шаров. Они на таких тоненьких перемычках держатся. Ну и чтобы было видно, там такой сегмент вырезан. Представляете, как это сделать простыми способами? Никак. То есть здесь расширяются и возможности, в принципе, машиностроения очень серьезным. Не обошлось в бочке меда и без ложки дегтя. В этом году на свободных площадях не удалось осуществить проект производства волоконно-оптического кабеля. Это 44 рабочих места. Целый год мы работали с тремя частными лицами, которые нам этот проект принесли. Мы с ним долго все обсуждали, с банком согласовывали, потому что им нужно, у них часть своих денег, часть им нужно было взять в банке. Ну а мы им сдаем в аренду это здание на каких-то там таких условиях, приемлемых для них. Ну и дальше, в перспективе, они, может быть, его выкупают. Ну, нам лишь бы, чтобы рабочие места были. В общем, в конце концов, это не получилось. Почему не получилось? Потому что люди, которые к нам приходили, они сами были в заблуждении и вводили в заблуждение нас. Потому что не было сделано хорошего маркетинга этого направления. Мы уже на последнем этапе подключили еще и генеральный директор Уралприбора, здесь и сам Уралприбор стал участвовать. В общем, мы заказали в топливной компании маркетинговый отчет по производству волоконно-оптического кабеля в России. Оказалось, что в России порядка, было 18, сейчас мне уже говорят, 19 предприятий, которые тоже выпускают волоконно-оптический кабель, что их загрузка примерно 60-50 процентов, и до 2020 года никакого дефицита в этом волоконно-оптическом кабеле нет. В последнее время в российских СМИ много говорится об инновациях в бизнесе. По этому поводу Олег Елистратов поделился мнением участников Всероссийского форума открытых инноваций. Первый день там был Медведев, я попал во второй день, там был Аркадий Дворкович. Вот такое пленарное заседание, много бизнесменов иностранных, там вот этот Андерсон, новый директор АвтоВАЗа, ну такой уровень, ну человек может 300 в пленарном таком зале. Это тема, ну то есть мысль, под которой готовы были все подписаться. Я ее кратко сейчас озвучу. Инновации нельзя запланировать. Нельзя, так сказать, написать план и сказать, вот завтра мы вот это придумаем и продадим. Инновации возникают естественным абсолютно образом там, где создана какая-то среда. Так возникла Силиконовая долина. Сейчас мы Титана удали, но пытаемся искусственно как-то там, но ничего не получается, потому что искусственно, а не естественно. А среда возникает где? Где хотят жить креативные люди, где им удобно. Люди, которые просто генерируют идеи, новые продукты. Вот они где хотят жить, где есть для них условия, где есть условия для реализации бизнес-проектов, туда идут эти люди с бизнесом. В Новоуральске бытует мнение о том, что у нашего города нет будущего. Он вымирает. Молодежь уезжает учиться в мегаполисы и не возвращается. Да и работающее население в поисках лучшего, если не уезжает из города на ПМЖ, то находит работу за пределами Новоуральска в близлежащих городах, к примеру, в Екатеринбурге. На этот счет у Олега Иллистратова свое мнение. Это как здесь пессимист и оптимист. У кого стакан наполовину, полный, кому пуст. Кто-то скажет, ничего себе город довели. А на мой взгляд, это потенциал для развития. Этих людей очень легко можно вернуть сюда. То есть, когда инвестор какой-то приходит с проектом, у него уже что интересует? Площади, ресурсы. И кто будет делать? Кого на предприятии это? Он скажет, да вот, смотрите, у нас здесь каждый день ездит, они готовы за меньшую зарплату, чем они в Екатеринбурге получают. Потому что дорога – это очень много времени, денег отнимает. Они готовы здесь работать. Да, точно. Если это инвестору показать, это аргумент в пользу того, что он здесь будет свой проект реализовать. Это потенциал. Так же, как вся эта инфраструктура наша – это потенциал. Это не обременение. И этого бояться не надо. Может, просто город вот это не понимает. Это надо рекламировать. Вот это рекламировать. Надо вообще как бы… Машков, он как бы молодец, он активно, на мой взгляд, занимается продвижением на Уральска. Но нам нужно что сделать? Вот это чисто такое уже отступление. Нам нужно найти моменты, которые мы можем выпячивать, рекламируя на Уральск. Вот мы их перечислили, да. Прямо это сделать какую-то рекламу… Ну, не знаю, там, видеоролик там, видеоролик, да. Дальше нужно как-то проработать и посмотреть, как те ограничения, которые зато накладывают, можно все-таки их обходить или как-то какие-то преференции все-таки для тех, кто сюда придет искать. Преференции нужны обязательно. Сейчас все… Вот почему Калужская область выстрелила? Так там же администрация области, она столько денег вложила в эти индустриальные парки. Она с такими условиями создала. Так там понятно, там Силиконовая долина. Потому что туда пришли люди и жить, и работать. Вот этим нужно заниматься, городу. Ну, я думаю, нет, ну, в принципе, Владимир Николаевич, он, на мой взгляд, правильно движется. И самое-то на перспективу, не на год-два, а на далекую. Особенно после открытия города, я уверен, что это произойдет уже при нашей жизни, что нам нужно какую-то придумать для города особенность, которая будет отличать от всех других. То есть, конечно, это может быть на какое-то время. Это первый открытый город в России. Да-да-да. Но все равно, вот мы здесь Европа-Азия. Стык двух культур, стык двух мировоззрений. То есть, вот здесь что-то должно быть такое, что когда про науральс говорили, все сразу в России, а может и за рубежом. А, так это там вот то-то, то-то. Ситуация непростая, но перспективы есть. Основа для развития Новоуральска – это большое количество ресурсов, квалифицированных специалистов. Есть и рекреационные условия для жизни. В нашем городе на достаточно высоком уровне находится школьное и дошкольное образование. Но есть и то, что мешает развиваться городу. Статус «Зато» препятствует инновациям, считает Олег Владимирович. Проблемы в «Зато» в том, что нет оборота земель, и в том, что нельзя вкладывать иностранные инвестиции. Вот это две основных проблемы. Когда вы не можете купить землю, вы не будете строить на нем свое предприятие. Сто процентов. И вкладывать туда деньги. В завершении пресс-конференции журналисты попросили озвучить в рейтинговом порядке состояние пяти дочерних обществ комбината. На что Олег Владимирович дал краткую характеристику по каждой из дочек. Начал отчет с предприятия «Экроальянс». Три года потеряли с Роснана для того, чтобы запустить совместный проект по переносу производства. Пока производство на площадке, закрытые площадки, развивать сложно, потому что там просматриваются стратегические партнеры западные. Потому что тот рынок, есть всего три игрока больших по дожигателям, нейтрализаторам, и нужно входить в альянс с каким-то игроком. Там проработки уже есть, не могу их озвучить, но пока на площадке, пока нужно за 60 дней получить доступ, чтобы въехать в площадку, никто там серьезно нас не рассматривает. Поэтому сейчас Морозов Сергеевич активно с автовазом, там, ну, с зарубежными, с некоторыми. Ну, так, это вот получение заказов. В этом году нормально не срабатывает, у них там выручка растет. Но есть некоторые опасения, в связи с тем, что сейчас автомобильная промышленность тоже немножко трясет, покупка автомобиля упала, да. То есть в следующий год как бы могут быть проблемы. Проблема в том, что выручка может быть меньше. Хотя в бизнес-плане он нарисовал еще на 200 миллионов больше выручку, уже это под миллиард. То есть они фактически возвращаются к уровню до 2008 года. Очень активный, харизматичный директор. Сложно с ним очень работать. Очень сложно. Потому что у нас свои корпоративные процедуры, там ТВЭЛ, госкорпорация. То есть мы должны как бы в дочерних обществах. А он говорит, вы нам мешаете рынком заниматься. Ну, в общем, компромиссы находим. Главное, как и Альянс, перевести с площадки. В следующем году эти работы начнутся очень активно. Они хотят поселиться недалеко, то есть люди вообще не пострадают. Поселок Верхневский. Ну, больше не могу сказать, потому что здесь могут быть сразу много спекуляций на тему, ну, так как участок еще не приобретен. А если они туда переедут, у них сразу же появляется Альянс с зарубежным партнером, у них выручка может в раза в два-три вырасти. Чуть выше в рейтинге – ЗЭП, завод электрохимических преобразователей. В этом году получили заказ на полмиллиарда рублей. Обеспечили работой людей, даже приняли новых сотрудников 40 человек. Как такому предприятию можно им, может быть, первое место дать. Но опять же, вопрос эффективности, вопрос выполнения бюджета 2014 года по чистой прибыли оставляет желать лучшего, честно скажу. Есть большие претензии к генеральному директору. Потому что надо не только наукой заниматься и там проектами, но нужно смотреть на экономическую эффективность предприятия. А вот с остальными тремя дочками ситуация плачевная. Изумруд, ТЛЦ, транспортно-логистический центр – это бывший 37-й цех и ОХК «Телеком». В Изумруде спрос каждый год формировали искусственно. Во многом поэтому бюджет предприятия ежегодно убыточен. Скорее всего, в следующем году там будут новые хозяева. Выставлено продажу и ОХК «Телеком». Топливной компанией уже принято такое решение. Непростая ситуация и с ТЛЦ – транспортно-логистическим центром. Бюджет этого предприятия планировался плюс 9 миллионов по чистой прибыли на этот год. Дай бог, если они выйдут в ноль или плюс 1 миллион. Идут тоже оптимизации численности вынужденные. Там уже второй или третий заход. Где-то по 20 человек они сокращают. Нет загрузки. Загрузки нет в первую очередь со стороны предприятия города. Там как бы бюджет у него пополам делится. Загрузка в страну ОХК половина. Половина – это различные строительные компании, на Уральске предприятия. То есть вот падает та часть. Видимо, тоже какие-то ждут в перспективе ближайшие какие-то кардинальные решения по этой дочке. Потому что так вот. Ну, трудно конкурировать за дворному. То есть ему же с мелкими предприятиями, с частниками в тех же перевозках, пассажирских. То есть у него другая налоговая база, налогообложение другое. Он выполняет полностью все предписания, там полностью за все платит деньги. А мелкие предприятия, у них себестоимость. Ну вот просто пример. Услуга, доставка из Кольцова или отвезти в Кольцово. Сколько это сейчас? Полторы тысячи стоит на Уральске? ТЛЦ – это две с половиной тысячи. Вот как выживать вот в этих условиях. Финансово ОХК не участвует в поддержке дочек. Только в инвестиционных проектах ZEP и ECO-Альянс. На такие проекты общепромышленной деятельности комбинат в этом году выделил порядка 370 миллионов рублей. Сейчас на новоуральской площадке ставка делается и на промышленные предприятия. Ведется активная работа по созданию буклета и лафлета для пиар-компаний. Планов громадьё. Если всё осуществится, то кадровая ситуация в городе поправится в ближайшие несколько лет. А вместе с тем дочерние предприятия по общепромышленному неядерному производству займут уникальную нишу и весомое место не только в российском бизнесе, но и на мировом рынке. В том числе и рынке инноваций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова